Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе Иисусе Господе нашим, сущим над всем благом Боге любви. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Хочу такую тему продолжить, вчерашнюю, то, что я записывал по смелости. И вот у меня, вы же помните, как Господь сказал, сотворите и научите. И, в общем-то, это весь этот мотив. Начиная с Иоанна Крестителя, который сам подвязался в уповании любви и учил начаткам любви и показывал на Христа. То есть первый христианин, первый проповедник. То же самое делал Господь. Он сначала творил дела, потом учил и заповедал всем своим ученикам, всем чадам Божьим. И вы помните, как апостолы в посланиях очень часто так и начинают. Рапа-апостол. То есть исполняю и учу. И вот вы знаете, просто сейчас будем разные темы, я буду касаться, когда буду записывать ролики. Кому-то кажется, это фанатизм, может быть, каким-то, или злобы, да, вот, чтобы от храмов отлучить людей от причастия, от десятин, там, от всякой-то чепухни человеческой. Нет, это не так. Внесистемников можно было бы назвать фарисеями, в том смысле, в каком, кстати, были древние фарисеи. Это были те люди, которые, это не было ругательным словом, кто знает, да, в древнем мире иудейском. Это были те люди, которые строжайшие давали обет исполнять весь закон, Моисеев. И вот внесистемники – это те люди, которые сами в себе, в сердце своем, полагают строжайшее исполнение всех заповедей Духа, Логоса Божьего, Христа в сердце своем, которые они встречают по Евангелию, по Благой Вести. В этом смысле можно назвать фанатиками, да, потому что, если этого нет, и Господь, мало того, что нет, того, что нету, а если Господь говорил прямо противоположные вещи, то христианин не сомневается, как ему поступить. Если Господь не заповедовал храмы строить, а более того сказал, что настало время, настает, настанет, и уже настало в его время, когда он пришел, он сказал, что уже не будете поклоняться ни в храме, ни на горе, которую называете святой, да, Моисеевы, а будете поклоняться Богу в Духе истине. Все, слова по-детски сказаны просто. Ни одному иудею, еврею, в голову не могло прийти строить какие-либо храмы, ибо синагоги строились только для того, чтобы слушать Слово Божие. Никакие жертвы им в голову не могло прийти, что можно принести на каком-либо месте, кроме Иерусалимского храма. То же самое христианину, ему в голову не придет, истинному христианину, истинному христолюбцу, искреннему христолюбцу, ему в голову не придет, что можно какую-то жертву принести, кроме жертву духовную, жертву хвалы, и все, все, что написано в Новом Завете. Приносите, что Петр, что Павел, говорит, приносите жертву Богу благоугодной, духовной жертвы Иисусом Христом, да, это жертвы благодарения, радости, мира, То есть плоды Духа, ни о какой кровавых жертв, ни о каких имитациях жертв речь идти не могла и не может, и не будет никогда. Ибо Новый Завет уже давно написан, Господь сошел с небес. И я хочу такую тему затронуть, продолжить вчерашнюю тему смелости. В чем смысл-то, если человек, вот возьмем любой пример, сейчас опять какую-нибудь десятину, да. Ну да, я сомневаюсь. Вот человек слышит в сердце Господь, его обличает, что это ложь. Да, он слышит какого-нибудь проповедника внесистемного, который слышит, и голос отзывается, и у него в сердце Господь ему говорит, ты слышишь, вот тебе внешнее знамение. Он сам читает Евангелие, Благую Весть, Новый Завет, Послание Апостолов, то есть вместе с Евангелием, и понимает, что ничего подобного нету. Но говорит себе, да да, я вот, ну я буду, ну как я против системы, там пойду, ну я отдам, да и все, я знаю, что да, я другому даже не скажу. Ну да, я не… Стоп, ты сам делаешь. Ты, значит, учишь. Ты отдаешь десятину, значит, ты считаешь, что это истина. Плод Духа, Павел говорит, во всякой праведности и истине, и святости, и благости. В истине плод Духа, если ты лукавишь сам собой, если сердце твое нечисто перед Богом, в лукавое сердце Христос не входит. Ну как в Ветхом Завете сказано, премудрость. Премудрость Божия, логос Божий, есть Христос, воплотившийся логос, воплотившиеся мысли, явившиеся, что в мироздание от начала, что в Иисусе Христе в последнее время. Поэтому как ты, как ты, говоришь, ну я так, ну ты соблазняешь брата. Павел сказал, совесть, говорит, если, говорит, ты делаешь что-то, и совесть обличает, но совесть, говорит, не твоя, а брата, если ты его соблазняешь, знаешь. Как ты делаешь это? Каким ты будешь проповедником, если ты, а христианин, любой проповедник, ты своими делами уже проповедуешь. Ты не любишь человека, как ты будешь проповедовать, не суди, сам осуждай. Как ты будешь проповедовать, не обличать, сам обличай. Как ты будешь проповедовать не злословие, а злословие, а это все не любовь. Как ты будешь проповедовать крест Господь, если ты ненавидишь всех вокруг. У тебя все сатанисты, у тебя все кругом одни враги. Государство, правительство, соседи, мама, папа, дети, проповедники, все плохие. Все, друзья, все меня предали, все от меня, все меня не любят. Как ты будешь проповедовать крест Христов, любовь Божию, имя Божие, природу Божию, древо жизни. как ты будешь его проповедовать как ты будешь проповедовать упование на христа если ты никогда на него не уповаешь у тебя чуть головка бобо ты в больничку тебе чуть знания нужны ты не понимаешь писания ты тупые и лжеучительные книжки открываешь ты не обращаешься ко христу тебя обидели ты сразу бежишь полицейскому чтобы он его застрелил занесенной тебе оскорбление религиозных чувств каким образом каким образом ты у тебя чуть беда лишили работы зарплаты ты сразу бежишь в суд отдайся богу бог тебя у тебя печалька ты начинаешь всевозможные греховные развлечения искать пьянство блуд азартные игры да и всякие ерунды полно обратись к богу он увеселит тебя бог может посетить тебя такой радостью какой-то на земле никогда не найдешь мы проповедуем сначала делами потом мы учим почему я никогда не слышу меня ой ты там горды ты не слушаешь вот тебе там чего не говорят что я буду говорит ты будешь меня учить проповедовать ты свой канал открой а тогда будешь меня учить ты сначала объявись всему миру тогда будешь меня учить проповедовать это я конкретно допустим про ты стань блогером стань проповедником я вот никого не учу на улицах раздавать у меня еще не было опыта проповеди уличной я об этом молчу не заикаюсь вот когда начну сейчас просто у меня со здоровьем как всегда господь испытывает как только поправлюсь сразу побегу вот тогда буду и что-то говорить от опыта без опыта не говори ничего и помни что каждое твое дело в жизни это дело проповеди что это значит я ну да я сомневаюсь что это вот переодетая синагагские иудейские синагоги до или языческие кайпищи храма нигде нигде нам храм не написано но я хожу ты своим хождением проповедуешь это ну да я знаю целовать деревяшки это плохо ну я вот делаю ты проповедуешь все что ты делаешь ты проповедуешь ты проповедуешь не евангелие ты проповедуешь не христа ты проповедуешь культ ты проповедуешь заблуждение ты проповедуешь антихристианство ты проповедуешь сатанизм все что не христово не его все что нет в сердце твоем по евангелию не христово это надо четко себе понять человек живя лукаво плод духа помимо любви и радости мира и там сказано по в другом месте тоже говорит во всякой истине праведности и святости истине плод духа дух святой дух истины господь и бог наш сказал бог не мог отречься от себя он висущий бог он об этом объявил он есть любовь он не мог творить зло как бы его не обижали не принуждали вот надо это четко понять христианин он соблюдает заповеди заповеди которые вложил господь в новом завете сказал настанут времена я вложу в сердца и законы мои напишу и никто их не вырубит и буду их богом они будут моим народом вы знаете сколько раз на это ветхозаветная ссылку ссылаются апостолы почитайте книги деяния апостолов послания это новый завет это новый адам это новый рай мы христиане во христа крестившиеся во христа облекаемся они уже учительные учения и подражаем мы не людям а богу мы образ и подобие бога мы поступаем так как он поступал как ты будешь жить то на что-то рассчитывать только в сердце очищенное бог входит а че как ты его очистишь если ты сам с собой лукавишь поэтому все вопросы которые касаются это не просто праздность ты никогда не прибудешь с богом ты никогда не войдешь не в завет никогда он тебе не посетит никогда ты не будешь в мире пока ты будешь служить богу и мамоне ничего не получится у тебя ничего господь был первый внесистемник за ним пошел павел и потом все все внесистемники которых история всегда скрывает но только благодаря таким внесистемником и держится христианам только благодаря искренним обычным простым христианам и держится пока еще евангелие в мире до культ и скрывают культ и строит гробницы своим пророком и этими пророками вводят людей в заблуждение а истина не сокрыта именно благодаря такой истине и распространялась евангелие каждый его слышит этот камертон двойной у тебя в сердце и в евангелие ты читаешь и слушаешь сердце свое что тебе говорит господь когда ты читаешь писание не надо ломать голову не надо напрягать как будто бога рядом с тобой нету это делают люди не познавшие бога человек познавший бога ощущает бога рядом с собой и внутри сердце и снаружи он читает евангелие и послание и библию вместе с богом говорит господи иисусе сыне божий сущий над всем бог открой мне что сейчас сердце я вот ищу он рядом с тобой он за спиной он сердце тебе все откроет бог открывает сердца к уразумению писаний в новом завете всем алчущим и жаждущим истины и правды царство небесное все жаждущие что это царство небесное богу приготовьте чтобы он вошел это все образы царство небесное чистое сердце который бог входит в который входит царь символ образа имя переполнен новый завет конечно но познайте истину как ты познаешь господь сказал только тот кто будет следовать за мной следовать за христом поэтому вот эта смелость вот эта жизнь поистине по духу истины которая в сердце твоем которую человеку в радость господь еще оставила бумажные ты уже этим камертоном в унисон когда у тебя что-то не понимаешь пока оставь ничего страшного господь откроет можешь что-то почитать без авторитета можешь кого-то послушать слушаешь брата слышишь сердце откликается на слова брата это внешнее свидетельство тебе живи поэтому ошибся заблудился понял что брат этот ошибался 10 лет этого проповедника слушал покайся живи дальше будь смелым будь истинным искренним самим собой другого пути нет ложь лукавство ничего не даст ты должен жить и именно жить по евангелие вера действующая любовью мы каждый день что-то делаем вера это жизнь я как веру я так и живу я во что веру жизнь что в моей голове какое мировоззрение это мировоззрение выявляется в моих делах как она выявится если я лукавлю если мне господь в сердце долбится стоит как в апокалипсисе где ты долбит в эту дверь ну хотя там как раз красиво скажем стучит аккуратненько так скребется родной очнись а мы говорим да пошел ты мне тут хорошо с идолами в моем сердце так что про ту смелость которая вчера говорил я имел иду смелость жить со христом это важно тогда тебе начнет у тебя появились сомнения какие-то насчет культа да там будет одно зацепляться ты в оконцовке поймешь истину познаешь и понятно ты поэтому боишься шагнуть думаешь о как то я в истину шагнул в лжи то так хорошо во грехе упиваться и конечно ты задашься вопросами почему это откуда это кто и это придумал честно задашься увидишь начнешь читать евангелие кто не начинал послание скажет кто вообще придумал мало то что лишь полную противоположность они называют себя учить последователями апостолов учения там ни слова нету последование ровная противоположность максим мало того что написано одно поступает по-другому голову сломает как крестить погружение трикратным вниз головой вверх головой кто разрешит эту загадку в марке сказал сказал господь идите крестите во имя отца и сына святого духа в деяниях ни разу не покрестили во имя отца и сына святого духа всех покрестили во имя иисуса христа и действительно верующие искренне получили дар святого духа и не обязательно с иными языками господь крестился никакого и на иных языках не заговорил не на иностранных не на ангельских с евреями общался на их нем языке на еврейском ну тогда арамейском ни на каких ангельских языков никому ничего не бормотал играл если вы земной вещи не понимаете поймете ли небесные что это такое то если мы будем читать ни одного слова правды в культе не найдешь все ровная противоположность все абсолютно куда не тыкни везде больно так что я призываю вас призываю вас к чистоте совести если вы хотите познать бога если вы хотите освободиться обрести счастье и радости жизни по христос вас сделает свободными это есть хлеб жизни и христос сделает вас счастливыми то есть любовь все очень просто все евангелие все все господне учение вся сущность бытия в любви ну и в этой жизни еще в вере господь ни в кого не верит бог не вера он нам не открывался как вера сущему богу который есть иисус христос ни во что веровать не надо поэтому он не вера он любовь веруем это мы в него а он любовь поэтому подавляемся моему не верую а любовью веру упование нужны нам причем пока мы вот к сожалению правда для христиан какое счастье мы знаем что раз он воплотился на что он и там будет уже во плоти опять на небесах и мы все пойдем увидим его все будем во плоти то есть первое сомнение нет что можно быть с богом реально не только внутренне но и внешне это здорово поэтому всякий спокойно живет христианин счастлив он что все вся истина открыта вся истина доступна в полноте каждому теперь он спокойно живет так что вот так вот так что кто хочет быть свободным и счастливым обратитесь ко христу обратитесь к истине а это истина внутри сердца вашего ибо царство божие господь сказал внутрь тебя есть и когда ты это царство приготовишь бог когда человека вводил в бытие он не в грязь его уронил тыкнул земля была без видны и пустая там грязь по-хорошему греческом можно так даже переводы найти господь его не в грязи и не из грязи сделано сделал из праха земного то есть из легкого воздушного верхнего слоя земли поэтому человек духовный как бы даже тело его полгода было тело душевное будет тело духовное то есть прах прах это что-то легкое такое господь создал ему царство землю рай посреди земли древо жизни который есть он источник жизни и радости которые и в сердце его семечком забросил и снаружи все это было так же как к вам придет царь сердце если в этом сердце грязь лицемерие и не любовь очень важно это понять очень важно решиться жить по христу очень важно покаяться не надо перекрещивать сейчас кто-то меня может услышит скажет ой меня бог сердце коснулся вот я ты крестишься духом святым ты запомнишь этот день на всю жизнь все не нужны тебе внешние свидетельства когда камень основания это крещение корнилия сотника петром первое язычника он крестился от проповеди исполнили все духа святого и все их услышали хвалящими бога на разных языках вот что произошло и павел же вы петр уже говорит ну да тех кого дух святой крестил уж что теперь ну креститесь во внешнее свидетельство и и водою как хотите господь крестит дух святой крестит от слышание вера от слышания слышание от слова божьего все которые слышат слова божьи верует в него принимает его решается жить по евангелию решается идти за христом облечься в него подражать ему являть его в себе прославляя как он прославлял отца так мы являем христа если христос исцелял силой божией не медициной мы должны исцелять если христос уповал и не прибегал никаким и не с каким государством с этой блуднице не связывался не сбудил с ней да то и мы не связываемся если он платил налоги и мы платим но если он мы не знаем что он подавал 10 но мы не знаем это фантазии человеческие и он может быть ради иудеев подавал в писании нам это специально господь освобождает нас от этого и как павел велом просто был всем для всех то что ты все чушь самими именно ими придуманы но как раз налоги он заплатил и на в писании это предоставлено когда мытарь попросил горы господи господь ваш господин не даст ли дидрахмы кого иди петру заработай то есть потрудись он поймал удочку заработал и отдал единственно господь опять чудом показал что мне надо было идти эту напрягаться рыбу продавать у нее во рту оказалось деньги надо читать евангелие слушать только тех проповедников которые напоминают вам заповедь иисуса христа который есть только одна любовь к ближнему для для верующего уже для христианина для язычника две заповеди уверовать сначала это это просто лишь условия но и для христианин их две конечно на этой земле для христианина вера превращается в надежды и упование потом перед трансформируется и он уже живет верую по надежду и упованием на бога он уверовал уверовал внешне сущего христа пришедшего во плоти сущего бога над всем до неизменного в слой в логосе своей премудрость ибо воля его 1 неизменная и блага чтобы ты был счастлив чтобы мироздание было в любви и все мы были в счастье но потом это вера диванной пера перерастает в две заповеди ты по этой вере живешь иоанн богослов сказал мы познали мы увидели христа распятого как он говорит христос умер за грешей наши по писанию мы познали в этом любовь божья и уверовали в нее мы уверовали в бога во христа который есть любовь мы уверовали он горит в любовь мы познали любовь прочитать послание на богослово внимательно мы познали он отдал бы положил душу за нас а любовь познали мы больше в том что он положил за нас душу свою и мы уверовали в нее мы уверовали не просто во христа как внешне всущего над всем благого бога любовь познавший в кресте его и уверовали и в него и в любовь поэтому мы веру и поступаем по любви поэтому заповедь егоял баксовUN она любите друг другу говорила все и мы уповаем на него вся наша жизнь становится упования на бога он нам все у нас накормит у нас напоит вином на счастье он нам даст жизнь напитать хлебом она нам даст счастье напитает напоят вино он нас исцелит если мы болеем он нас защитит если мы в страхе и он нас научит в нашем не а в нашем невежестве все просто и понятно поэтому евангелие во христе распятым и воскресшим нету ничего больше у апостола павла он никуда не ходил за христом он не был его учеником чем какой евангелие мог проповедовать он ни одной причине слышал ни одной причина в посланиях не оставил он проповедовал христа распятый воскресшего у него все благовестие все время вмещался в одно предложение христос умер за грехи наши и воскрес как он только разными словами не говорит я это когда-нибудь солянку соберу все это символы любви причем явные символы это не образы не притчи этой явленная любовь божия в его кресте и явлено его божество в его воскресенье все соответственно мы точно также подражаем любви божией и упованию на бога что он нас воскресит вместе с ними что это он нам подает жизнь что это он нас от всего избавит это си это образ воскресения такие нам дает мысли образ упования крест заповедь любви ибо если он есть свет и бог есть любовь все все понятно вот так но это уже другая тема я хотел вот что по поводу исполнения заповедей христовых не учение человеческих вы никогда не познаете бога вы будете несчастливы раб всегда несчастлив сын божий всегда счастлив сын божий свободный всегда счастлив свободу во христе проповедовал павел всех кого увидите в культе это иакова максимум в этом культе вы найдете петров таких вот колеблющихся то гнушаются язычников то нет хотите стать христианами найдите себе павла который проповедует свободу во христе который гонит за эту свободу от своих же кривославных всех мастей на и и народов и западных и восточных и современных и древних живите во свободе во христе господь освободил нас он нас создал в раю свободными и никого ни в чем не притыкал хочешь греши будешь несчастлив не хочешь отстанет грехов стань счастливым человеком люби людей тебя будут любить будут конечно противники в этой жизни сколько ты поживешь господь сказал кто оставит не пожалеет будут и и защитники и любящие тебя и так и так будут но то ты идешь еще ко христу а то что будешь перед кем-то лебезить лукавить в этой жизни ничего не даст и все равно будет какие противники или враги те же самые свободные во христе получается они всегда будет против тебя лицом к лицу стоят вот или подобные или еще кто-то или в жизни но при этом свободный идет ко христу прямой дорожкой араб никуда не идет крохи какие и же господин его бросает подбирает и живет в хлеву а сын божий живет в доме отца и все предлежащие отцу принадлежит ему все тебе нужно здоровье бери тебе нужно знание бери тебе нужны хлеб вот холодильник тебе нужно вино вон погреб сын всем пользуется в доме божий но сыны бывают разные бывают младенцы бывают уже юноши ребенку вина не даст господь поэтому возрастайте во христе возрастаем во христе мы любовью и упование они диванной верой мы уверовали пока или все хорошо дальше что из младенцев мы родились свыше дальше что мы что будем в колясочке двадцать пять лет лежать как эти дети какие-нибудь неразумные как там называют я не знаю всякие вот эти господом для нашей любви посылаем и возрастаем и возделываем себя вот и у павла сколько там только слов нету взращиваем себя мы делами любви упование все именно делами именно этими плодами духа делами любви делами радости делами мира долготерпением хранением кротости и кротость кстати люди много слова не понимают это незабитость кротость в евангельском контексте библейском это нечиславие заметил там почему плода духа нет нечиславие кротость это человек который ищет славу не себе а богу кротость это незабитость уж на то пошло это скромность есть такое слово когда человек такой а кротость подразумевается не возношение нечиславие другие это кротость кто ищет славы не себе а богу ну вот так вот хватит полчаса вот буду такие следующий роли вот в этом контексте поэтому все что мы будем говорить все что я буду вам напоминать слова господа но пусть на этом канале в свободной форме наставление апостолов через призму нового завета что то и слова пророков только для того чтобы мы обратились к истине чтобы мы жили в чистом сердце туда моментально вселиться господь он вас и напитает и обрадует и усилит и все ну все мои родные любимые всех во христе нежно целую крепко обнимаю все мои каналчики наверху все мои контактики внизу все мои какие-то полезные ссылочки как всегда справа от меня мои плейлисты подписывайтесь ставьте лайки чтобы я знал нравится кто любит меня ставьте лайки чтобы я знал нравится вам не нравится вот ну а кто не любит меня все равно ставьте лайки вы потом вспомните мои слова когда-нибудь вы покаетесь когда дух святой вы решитесь этому голосу не противиться и услышите что свобода во христе поэтому ставьте все равно лайки вот но я просить уж делиться я не буду кто считает полезным тот драгоценностью всегда поделиться с ближним так что если есть желание есть у вас кому вы считаете это будет полезным всегда делитесь ну все всех ранний христос пока пока до встречи в следующем ролике